Вот эта колонка, она у нас нерабочая, видите. Плита и газ, ой, баллон. Все, вот на этом мы готовим. Утро, вечер, обед. Здесь мы вот и кушаем. Здесь это в деревянной летней кухне. А быть валенки, подключить плиту и становится теплее. Супруги Горожанкины – заложники ситуации. Когда узнали, что к осени газ все-таки запустят, освободили кухню, электроплиту продали, сразу же купили специальную газовую панель. Теперь она в углу, напротив коробки с котлом. Вот здесь прочерчено для котла. Вот эти дыры выведенные, это вот туда трубы пойдут. Здесь вот у нас счетчик, которому уже три года, и его нужно поменять. У него срок годности прошел. В свое время семья вложила в оборудование дома 70 тысяч рублей. И такие траты почти у двух тысяч жителей Вележановки. Газ они ждут, но на зиму вновь покупают дрова и уголь. Сейчас местные чиновники говорят, что причина столь длительного ожидания – недострою газораспределительной станции, якобы слишком близко к опасному пункту. Люди недовольны, что местный глава не торопится отодвинуть объект. Я знаю, что там киргизы живут. Встает вопрос, а как же муниципальные власти разрешили там постройки эти произвести, когда они заселились. Мы будем разговаривать с собственником, мы будем приглашать его для того, чтобы решить этот вопрос для беспрепятственного дальнейшего эксплуатирования. Все документы подготовлены, акт ввода подготовлен, он сегодня есть в наличии, но он направлен в «Газпром» для утверждения и формирования приказа на подачу природного газа. В «Газпроме» пока не комментируют ситуацию. Мы отправили запрос в компанию, чтобы узнать новые сроки запуска газопровода и причины промедления. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.